привет тамара юрьевна привет привет всяким нашим зрителям большим и маленьким у нас чего за тема сегодня ну если крупно обозначить то образование это его сюда не туда поставил кто-то мог быть но у меня как преподавателя музыканта волнует образование творческая скажем так направление образования художники музыканты ну по крайней про музыкантов я точно могу да что-то даже рассказать про художников ты если что расскажешь уж не будем и наверное лезть мы к танцорам театралом ну может быть только если ну я да я не про них не особо и знаю а про художников я тоже не все знаю у нас вот мастер петра знать гораздо больше ну что расскажу что знаю расскажу а я имею ввиду ее образование как художника а что и каково это получать образование в академическом заведении будучи представителем творческой профессии а ну слушай у меня там я я когда поступал это еще было там это уже постсоветское время мы назывались художники-оформители а когда я учился я вдруг оказался дизайнером хотя если бы я когда когда поступал я бы знал что будет дизайн я бы на него не пошел я вообще хотел пойти на живопись на живописное отделение то есть танковая живопись вот эти вот жанровые картины все дела к счастью не парт сюда в потому что я там не удержался от там умер но и в дизайне не очень хорошо себя чувствовал но учили академическому в любом случае учили академическому то есть у нас была очень жесткая анатомия там учили все года мы учили анатомию рисунок кстати говоря который был у меня лучше всего и меня даже хотя я вот прям от слова совсем не художник но мой рисунок ставили в пример потому что я умел строить почему строить что такое построение в рисунке это когда ты видишь невидимое и начинаешь его обозначать то есть у каждой вещи есть своя ось там границы свои да там но такие вот все вещи ты строишь и вот это строительство вернее она назовалась построение она абсолютно академической такой природы она много там да собственно с ренессанса вот но как началось так вот она и развивается это построение до сих пор ну вот вот это у меня получалось живописец я просто отвратительный но я просто ужасно живописец и поэтому не надо было мне туда идти вот ну и и нам живопись преподавали честно говоря на нас смотрели как живописцы именно живописные преподаватели нас смотрели как на куски говна значит ну то есть мы ну как бы блин то делайте уже что не будет ребята ну вот так но потому что дизайнер должен уметь рисовать но в цвете просто разбираться но при этом очень тоже жестко и строго так сурово нам преподавалось цветоведение вся эта теория цвета все эти штуки это бесило не мне этого наоборот нравилось мне это единственному нравилось я вообще обожал делать перспективу есть такая дисциплина называется перспектива как сделать чтобы все сходилось там вот это вот да чтобы было ощущение что как за правду хотя она не в за правду когда ты ее рисуешь ты понимаешь что мир устроен вообще не так как ты рисуешь но деваться некуда ну там в смысле деваться некуда по-другому ты не сможешь это сделать то есть это существо это это такая дисциплина которая с какой-то такой строгой псевдо научностью вынуждает тебя делать правдоподобие но это обман ты рисуешь обман на самом деле но у него есть свои закономерности почему наверно после этого у меня философия хорошо получалось это такое фэнтези в которой вот все внутри обосновано вот перспективу все ненавидели я за всех чертил перспектива мне за это что-то делали вот а я обожал перспективу такие все вещи по теории по цветоведению все это вот это мне очень нравилось когда надо сначала подумать потом сделать а настоящий художник он делает как чувствует и у него в академической даже среде развивается вот эта чувствительность у меня на нифига не развивалась но я другого склада человек у меня развивалась так надо подумать если тут стекло значит освещение холодное значит тень будет теплее но тут художник так не думает художник просто делает и она у него теплее вот и все чувствует что она теплее ну вот не знаю уместно ли здесь я слышал наверняка есть такая как теория не теория мульти интеллектов где просто разный человек якобы на разные люди обладают разными типами интеллекта и среди них есть визуальный по моему называется это которым обладают художники то есть они интуитивно как бы знают что сделать и потом получается что да когда они поступают учиться у них обостряется да вот эта чувствительность плюс она ну как мне видится это я делаю параллель с музыкантами они начинают кое-какие вещи еще знать то есть они начинают знать что они видят ну да примерно так у нас вот у меня первая моя жена она прям настоящий художник настоящий живописец вот она садится начинает что-то делать фигачит почему это делать она это не может обосновать но она знает что так будет красиво и у нее получается красиво она этому научилась вот это вот этому пред знанию что ли ли вот эта интуиция действительно какая-то визуальная интуиция получается или у нас вот девчонка была она говорит а прикиньте ну там стоим на живописи там все стоим в основном не сидели а стояли за этими мольберта стоим там натуру пишем она прикиньте иногда вот люди не понимают я говорю но если вот этот свет с таким цветом смешать ну ты же видишь этот свет и я говорю нет ангел ты же голове уже видишь какое-то будет нет не вижу какое-то будет я могу назвать слово но я не вижу какое-то будет они видят то есть да если какая-то визуальная интуиция я бы сказал я тоже не вижу я начала думать а слышу ли я такой-то звук соединить таким-то слышу но я уже не могу сказать слышу потому что я знаю как этот интервал называется или звучит да это созвучие или как-то еще то есть уже так теперь сильно не проверишь но если учитывать что еще до музыкальной школы я что-то подбирала на слух то все понимала у это ну да и не понимают он будет на клавишах что-то на гитаре подыгрывать он может не услышать а но это или нет или будет очень долго подбирать ну а кто-то очень быстро потому что как будто уже прислышит где это должно быть там по расстояниям или или например что вот часто удивляет бывает в моем кругу людей музыкант обычно не музыкант не понимает что вообще о чем речь когда какой-то теме какой-то песни я тут же подбираю второй голос я тут же его пою и получается красиво если меня спросить а какие-то были сейчас созвучия мне нужно будет подумать и вы вычислить то есть я не знаю какие-то созвучия не хочу знать в процессе когда это уже льется и это было еще до музыкальной школы просто потом я научилась записать это да или или остановиться и вычислить теперь я могу вычислить что это я сделала а до обучения не могла просто делал в силу этой нашей версии которая сейчас вот тут рождается и возникает я могу сказать что большинство студентов вот с которыми я учился в художественном училище они со словами прям не дружат от слова нет никакого слова они не дружат с этими словами они не умеют говорить на другое направлено вот внимание они говорить они разговаривают прощение умеют правда очень плохо все с этим за не два слова связать не могут они говорят это это ну что это ну скажи как-нибудь а там задача такой не стоит и в принципе никто этого не требует потому что понимает что художники я говорить умел как говорила одна преподавательница циома если бы ты руками умел бы также работать как языком тебе бы цены они получаются просто говорят на другом языке да ну вот можно даже сказать что на языке живут если можно так то есть это вот какой-то язык они им вполне как сказать как рыба вот как пушкин в русском языке вот они также как рыба в воде в этом языке в языке живут а ну вот у меня видишь когда я эту тему предложила у меня было такое вот такое соединение такой конфликт вот человек который в этом языке да родился с этой интуицией который делает не зная как и вдруг он оказывается в учебном заведении где от него начинают чего-то требовать чему он не привык а особенность талантлив как часто бывает что он струсует по этому поводу уходит ли не знаю сопротивляется все что угодно делает и как вообще этот ну и так понимаю что этот университетский дискурс в любом случае да когда человек попадает в какую-то образовательную среду и каково человеку с таким творческим мышлением которые на другом языке не смотри язык это тоже вот важно язык языком но от нас тоже требовали дофига всего чего мы не умели и нам приходилось этому учиться обучение вот у меня сейчас младший сын пошел на подкурсы годовые туда вот мне интересно что с ним сделают потому что он как-то уже а он он очень хороший прирожденный график но он как-то уже привык что он великолепен весь развиваться а там этого просто не потерпят там тебя нагружают огромным количеством заданий будь любезен преодолевай себя и будь любезен делать то что ты раньше не умел у нас довольно суровое было обучение не знаю как сейчас но я так ну там все выли просто ну то есть совершенно нормально для краснодарского художественного училища дело в том что все он уже умер покойный великолепный был директор эдуард павлович данильян он попытался его сделать вузом ему просто не дали там с документами это настолько тяжело что в общем невозможно а уровень был вузовский так вот при том что люди приходили не окончив школу при том так вот так мысль потерял суровость а да оценки совершенно нормально у нас как сделали какую-то работу приходят сразу несколько преподавателей называется просмотр нас выгоняют мы идем курить смеяться нервно курить и нервно смеяться потому что не знаем что там поставить приходим совершенно нормальная оценка было три с двумя минусами нормально прямо это зато лучше чем два с двумя плюсами уже хорошо 3 с плюсом тоже норм 4 редкость ну там 4 плюс 5 но если кому-то ставили 5 все училище собиралась и шло смотреть системы не укладывается получается ну были были пятерки были пятерки даже знаю людей у которых были пятерки даже я их я им лично ручку жал этим людям но это совершенно вот особенная такая оценка 5 2 нормально получать вот все получали двойки нет ни одного человека который закончил к ху краснодарское художественное училище не получил бы хотя бы одной двойки очень сурово и при этом ну как бы и спрос был такой мама дорогая боялись страшно мы все вот этого всего вот из нас требовали из нас там ну хорошо вы художники хорошо но анатомию учить надо вы должны знать наизусть какая где мышца как она куда где нас очленяется именно пластическую анатомию учили кости и мышцы мы не учили органы нам это минут мозг там да череп где что находится мы от зубов должно отскакивать неважно прирожден ты к этому не прирождена абсолютно неважно никого это не интересует пришел все как бы да будет соответствую до всех художников мы должны знать история искусства у всех должна быть от зубов там отскакивать есть второстепенные предметы более общеобразовательные какие-то тоже гуманитарные такие я до сих пор не могу понять это вообще гуманитарное образование или нет какой-то я не понимаю вот серьезно вот это какое-то другое образование чем гуманитарное но гуманитарных предметов было до фига философия даже была этика эстетика у нас там ну эстетика и сейчас как без эстетики ну вот интересно просто пять лет да я проработала уже в колледже через какое-то время после того как выпустилась естественно это училась там сколько 44 хотя раньше вот заговорил то что вузом мог стать да вот твои заведения вроде как училище раньше называлась высшее музыкальное училище и было пять лет скорее всего также можно было после 9 прийти я когда поступала этого уже не было это убрали и ходили разговоры что пятый год уже такой был какой-то лишний уже какой-то необязательно хотя кто-то рассматривал его как знаешь подготовительные к консерватории что там ты уже вот готовился к поступлению не знаю я уже четырех летний пришла колледж и а до этого я тоже приходила на прослушивание несколько лет до этого но я очень испугалась что я не поступлю и убежала на филфак вот как это было да я увидела какие там ходят возвышенные люди как отовсюду звучит из кабинетов очень сложная музыка которую я в жизни не сыграю мне не хватит техники когда меня спрашивали ну проверяли да данные и я понимала что я то не слышу то не понимаю того не знаю очень большие пробелы после музыкальной школы потому что дети очень часто в нее ходят через пень-колоду или как на какие-то предметы любимые ходят она сложная ну не ходят я была одной из таких же художественной школы та же самая фигня когда мы приходили из тех кто учились художественной школе значит вот когда 1 сентября нас там собрали да там где кто учился художественной школе там поднимали руки ну вот вам будет хуже всех имейте виду вам будет самое тяжелое нуля вот мне было очень тяжело я чувствовала что по уровню я конечно очень проседаю когда вот я потому что все таки пришла через два года колледж поступать я очень мучилась когда училась потому что преодоление было прям очень серьезная в том числе таких пробелов которые у меня были и которых не было у других ребят а когда я пришла потом уже преподавать получив высшее образование я увидела что еще больше просил уровень и что я просто по сравнению с некоторыми абитуриентами а потом и студентами я была гением ну преувеличиваю что ну что уровень у меня был прям серьезней вот и конечно очень было много вытья такого что ну от детей да зачем нам это это сложно я громче всех выл да да нафига нафига нам эти предметы этот предмет они вот только хотят нас загружать я был таким вот идиотом ну у нас я тоже бывало конечно это такие есть да периоды когда нужно повыть чтобы стало легче или как или кажется что становится легче но тут дети уже не выдерживают то есть я выдержала хотя был период когда я сдавала документы игры после третьего курса что я хочу уйти меня не пустили но очень там грамотно поступила женщина она мне просто на отдых отправила ругала как бы ничего бы отдохни пошли в академ отпуск или куда она вообще хотела бросить она тебя нет неделю потому что не ходи на занятия по склону не фига себе разрешаю прям всему скажу учителям что где они трогали поспи поешь там орехов с медом не делай никакие задания это конечно было преступление выпадаешь на неделю и потом еще сложнее но это было официальное награде твое заявление тебе потом с дипломом выдам через год отдохнула потом что нормально вернулась спокойно очень тяжело но как бы у не было уже мысли вот у нас к ху примерно каждый каждый семестр кто-то вылетал не 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 из одной группы а там на одном потоке например там три-четыре группы вот обязательно кто-нибудь вылетает обязательно но ни в одной группе не было такого чтобы все остались на месте нет вылетание увеличилось количество вылетающих уже при моем при моей работе но если раньше вылетали потому что но не тянули еще что то то сейчас этих учеников приходится тянуть потому что нельзя чтобы отчисляли наверх идет какая-то не та статистика и прям очень тяжело статистики я считаю что должны вылетать люди это хорошо это это очень хорошо для тех людей которые вылетают это очень хорошо в смысле это взбадривает их то есть добро пожаловать в реальность сынок это очень хорошо для тех кто остается которые ох нифига себе ну типа на мне груз такой ответ там такая дебильная система если я правильно понимаю что если у тебя поступило столько человека закончила меньше и это происходит несколько лет у тебя просто сокращают набор и если в следующем году придут все классы то уже все логика понятно они ведут такую статистику да она идиотская конечно например там британская система образования дал у них просто норма когда вылетают ангар это очень тяжело вообще удержаться ну вот я еще наблюдала ну среди студентов до что не хотят может мне казалось может это и было когда я училась так же да не хотят преодолевать не хотят когда с них чтоб с них требовали и сопротивляются агрессивно то есть вплоть до того что могут на тебя написать бумажку какую-то что-то не так преподаешь просто потому что ты например требуешь чтобы домашнее было выполнено задание как будто бы им стало больше что ли позволено студентам но эти преподаватели которые там работают 50 лет и больше они говорят ну да прям очень видно как как студенты ну что они могут делать сейчас то чего раньше не могли ну сейчас же почему-то быть капризным стала входить в норму вот я же очень хорошо помню ну там например ну устроился на работу да я там через весь город езжу а сейчас для меня было там 20 лет условно сейчас двадцатилетние они не будут ездить через весь город на фига через весь город на работу ну даже если работа интересна даже сам выгодно нет просто нет но фига мне терпеть какие-то неудобства зачем нет я был не один кто ездил через весь город на работу я понимал это говоришь и я как бы не хочу ездить через весь город на работу мне предлагали да как бы и хорошее место все я сказала что я не хочу как же капризули как и нынешний какая же капризули да видать вот этот комфортное время да ну как то вот балует всех хочешь не хочешь до комфортик он прям такое впечатление что он прям воли лишает у меня вот прям такое о нем впечатление то есть вроде бы комфорт и и и нет человека которого бы не хотелось комфорта да нет такого о я не хочу комфорта да нет но хочется хочется как-то красиво жить приятно жить но блин что-то происходит что-то непонятно где эта грань когда еще пока можно себе допустить а дальше через шаг ты уже превращаешься в медузу бесхребетную ну вот преподаватели да те же самые которые там со стажем таким серьезным у них это вся воля есть для них преодоление дискомфорта это ну как норма а вы получается что студенты каждый раз все более более комфортное такое возникает конфликт и даже помню одна преподаватель сказала студентки своей что вы себя очень жалеете и сейчас мне кажется эта фраза может так продолжать смысле ну как бы да я забочусь о себе меня пожалеет кроме меня самой а вы меня сейчас объюзите этой фразой а да кстати говоря ну как будто получается что если вот так капризничать то это несовместимо с серьезным ростом профессиональным но в принципе несовместимо в принципе несовместимы потому что система образования конечно построена так ну хорошая на мой взгляд хорошие системы образования построены так чтобы человек ну ну то есть образ даже слова образование у него должен быть другой образ после того как он вышел оттуда совершенно иной образ у этого человека как часа вас тебе наверное многие сказали бы молодые прогрессивные образ человека с поломанными крыльями да вот с поломанными крыльями отросшими рогами что-то там еще клыками зубами клык этими когтями но то есть он должен стать таким каким условно четыре года назад он не мог бы себя даже вообразить вот поломанные крылья понятно где я да то же самое я в этом в кху когда учился тоже рассказал что нам крылья ломает все это я сказал ломают остригают по моему я говорил ну что-то такое про кастрацию что-то а по факту вот психоаналитическим языком говоря это и есть кастрация образование кастрирует ну правда то есть она обрезает вот здесь и здесь она говорит здесь нельзя здесь надо будь любезен соответственно и ты говоришь я уже мне сколько там во сколько я пришел даже не соображу сейчас но короче говоря мне уже там 18 лет они не 18 меньше мне было 16 мне 16 лет я уже сформировавшаяся личность да будьте любезны считаетесь со мной я уже полностью готовый продукт зачем мне там образовываться куда-то я бы я бы хотел научиться каким-то вещам отрисовать но изменять меня как личность это пожалуйста увольте я не позволю собой так поступать ну то есть это понятно мне кажется это было ну такой капризности наверное не было раньше но мне кажется что еще средневековые университеты студенты точно также возмущались то есть это возрастное не только возрастное слушай это в любом возрасте вот ты придешь куда-то да и тебе надо будет меняться вот вот как тебе тебе нужно будет из себя через какое-то время представлять что-то что ты даже сейчас представить себе не можешь ну как ну естественно сопротивление включится огроменное сопротивление потому что существует диктат вот такой очень жесткий диктат системы образовательной а образовательная система этот дискурс университета упомянутый уже тобой он же базируется на дискурсе господина то есть там идет жесткий диктат будь любезен соответственно то есть там есть приказ а вот интересно ты говоришь я пытаюсь вспомнить про ну колледж свое обучение там были какие-то эпизоды когда я пыталась в обрыкиваться да это это такие были они не особо то и с учебой были связаны с какой-то деятельностью что например узнали что я хочу выступить на концерте который идет как факультативный сколь смысле у тебя там не все готово да или там газету я рисовала против курения и мне учитель сказал я тебя в эту газету завернул потому что не было задачи не были решены по гармонии а мы нарисовали с другом такую стен газету а я проходил короче она настолько была исполнила соленых шуток на таких намеков что мы короче я вышел как раз на перерыв шел не на перерыв но вышел из урока пошел в туалет я смотрю один из ведущих преподавателей страшно ругаясь срывает эту газету со стены порвал в смысле просто всю в клочке а он не знал что это я один из тех кто рисовал и я прохожу мимо него так вот это четвертый а наверное я хотела сказать о том что у меня в принципе было какое-то смирение вообще вот то есть я попала в эту систему да и какое-то такое смирение что ну как бы ты пришел есть правило ну да по хорошему да ты приходишь там на корабль да тебе говорят вот устав будь любезен учи соответствует и говоришь между прочим на другом корабле говорят о не так не пойдет либо ты остаешься здесь либо ты рассказываешь что на другом корабле между прочим типа в англии ну да почему ты здесь тогда сидишь если между прочим в англии ну ты сможешь поехать туда и будет у тебя счастье да вперед вот в англии да я учился с такой девочкой которая это уже в университете да который гребил боже мой этот краснодар когда я уже вернусь в мой любимый рим что что не учишься в своем любимом риме ну чисто наверняка в этом твоем колизее есть огромное количество факультет давай ну есть там римские университеты какие-то но если ты хочешь в любимом риме вперед наш не потянешь и надо учиться не на своем смысле она их языке надо учить а так в кафешке посидеть кошек здорово офигенно время в кафешке посидеть погулять по ночному риму или по утреннему как фильме великая красота так-то да ну это такое понятно там это все ри сентиментальные эти капризы ри сентиментального характера то есть это каприза раба по-хорошему а чё а нам кстати так и говорили художественном училище она мне здорово сформировала у нас был такой великолепный живописец один из моих любимых я там рассказывал три толстяка были у меня любимые преподаватели вот он был первый иван иванович королев он заходит и мы обрываем разговор начинаем рисовать он говорит вы что-нибудь слышали про рабов что рабы но это вот вы вот над вами есть надсмотрщик это я то есть вы пришли сюда в это художественное училище не для того чтобы как свободные люди учиться учиться быть художниками вы пришли вас сюда загнали на рыбать родители и вы как рабы себя ведете вид вы есть рабы даже без всякого как ну вот вот это есть и сентиментального абсолютно прав был то есть говорит оказывается это мое желание чтобы вы учились это не ваше желание но он ушел мы естественно козел старый то есть как рабы начали это ворчать нам говорила наша которая самая главная по курсу что типа вы войны давать бы бойцы ну что мы вы тут должны быть такими что нечего если кто-то расклеивался она называла кисейными барышнями не хотел думать она говорила про как же не обремененных интеллектом мочала горит в степени такие или хотите быть такие девочкам которые что пожалуйста 10 любимой женой в трест на хамбль тут тогда вам делать нечего было забавно меня никогда не оскорбляла что-то в этом было такое прикольное такое не знаю мотивирующая наверно для меня по крайней мере точно да не ну я помню как моих однокурсников это оскорблял я прям помню как они оскорблялись там и девочки такие вещи там у нас другой еще был тоже классный препод тоже в уме дать и много уже лет-то прошло к 3 9 филипыч он говорил ну выше пойдете сникерсы продавать когда закончите алексей вот вы сникерсы будете продавать а вы я уже продали сникерс ты вот ну да ну и по факту ночью если посмотришь на судьбу тех кто выпустился мою судьбу возьми она с искусством связано очень косвенно то же самое и большинство так то есть большинство выпускающихся потом не занимается тем на кого они учились и большой вопрос тогда а стоит их оставлять было до подтягивать вытягивать помогать им остаться и пусть бы отчислялись а ты знаешь когда речь о сузе просто ну тоже примеры такие из моей жизни этот это классный такой этап когда ты учишься ну я не знаю как у художников до в этом плане у нас учили тоже получается что искусство история музыки структура какие-то вещи такие которые заставляют думать кстати что мне было удивительно после школы непривычно нажимали когда группа нас учили прям думать самостоятельно то есть нам не клали в рот нам вот всегда мы должны богат только раз тела было 7 а потом 5 ой прям маленькую да такие ну по крайней мере на моей специальности были такие группы маленькие нам говорили что мы на селитарное образование потому что мы мы могли быть учеными если кто-то захотел дальше глупо но круг продолжите быть ученым этой области в искусствоведении музыковедении кто-то мог быть педагогом ну то есть там журналистом были какие-то разветвления такие ну что это якобы требовало таких вот усилий что группа больше просто ты не сможешь с ними так заниматься да если группа была там 15 человек не получится такого качества это не не пианисты которые у них у всех есть при педагог свой индивидуальный и там на всех просто разные педагоги тут один педагог группой ты сидишь анализируешь текст музыкальный что-то разбирать другого плана и получается что какое-то системное мышление еще что-то такое еще мы говорили о том что нас научили учиться и в топ-менеджеры пошел кто-то играет вот одна девочка у нас за рубежом играет в оркестре она не исполнителем было на играть на клавишах потому что на ну соображает что чему и вас получится только двое из пяти шли конкретно дальше по этой специальности ну было такое что кто-то у нас там в декрет ушел и вообще все поменял жизнь пусть разное было но это было неплохим таким заделом одна например да девушка она сейчас но это уже не с моего курса занимается а редактор книжный редактор и она помогает обучает писателей структуре форме вот все как одно из другого вытекает вот то что что она в музыкальной профессии понимала знала педагог такой хороший она переносит получается вот на текст теперь кто-то чуть-чуть перепрофилировался вокал преподает но сознание вот этой все базы которая была у нас да и больше понимая чем просто узкий вокалист не в обиду с вокалистом просто их учат по-другому я работала с вокалистами у них другой акцент переставлен ну то есть получается что этот этап среднее звено да а в уст можешь пойти потом в какой-то еще еще раз смыкалась с филологией профессия то есть есть такие у нас лучше когда потом на филфак поступали люди и вот просто у них получается семантика музыкального языка и вот язык как язык наш например русский русской филологии тут она иностранную они очень классно переплетались то есть как это а если вот вуз пошел дальше в консерваторию или куда еще вот художники до идут в академии и потом не работаешь по профессии это как будто уже вопросы возникают ну смысле ты столько потерял время плюс это же ступени да у художников и музыкантов ступени школа среднее звено и высшее то есть там ты очень проблемно сразу перескочить это как бы ну да не проблема просто невозможно да не ну если возможно например у нас там есть краснодаре высшее учебное заведение которое гораздо слабее краснодарского художественного училища естественно что там это сам там и что наоборот легко ну да у нас они просто очень слабые эти заведения можно ну еще я знаю что есть некоторые например вокалисты вроде бы как академические вокалисты могут если это просто все экзамены сдаешь вуз и ты поешь тебя очень классные данные вот очень хорошие тебя могут взять без училища ну сейчас на самом деле вообще если ты издаешь вступительные я не знаю просят сейчас диплом вот ты пошел например в консерваторию у тебя нет диплома колледжа просят для тебя его если ты например все вступительные может быть и с репетиторами занимался и всю эту программу все равно это прибавляет какие-то баллы на экзаменах когда ты приносишь какой-то документ если там оценки хорошие или или нет там постоянно же меняется все ну вот я знаю сейчас что прибавляет там если ты участвуешь например например там философское образование если участвовал научных конференциях и тебе на вступительном экзамене если ты на философское дальше идешь тебе там это самое уже лично да учитывая что ты уже в среде ты этим интересуешься у тебя какие-то из достижения то есть ты точно пришел смотрят на активность да то есть если есть активность и свидетельство об этой активности не разовой активности а постоянной то уже это ну это свидетельствует о том что на тебе надо это очень важно для учебного заведения причем повторюсь также сама британия смотрел девчонку которая закончила оксфорд она собственно училась с оксимироном кстати говоря я не помню на кого она тоже самое рассказывает необходимо притаскивать все научные статьи которые ты написал то есть они должны смотреть не на твою квалификацию они смотрят на твою квалификацию на твою активность если был лидером каких-то кружков чего-то еще все это притаскивается все это зачитывается тебе потому что им и их интересуют активные люди ну по понятным причинам что там будет пассивный человек сидеть непонятно непонятно кем пришел непонятно кем под сидел никогда не понятно кем вышел ну и чего это университет никакой славы не привносит англо-саксонская система американская система то же самое в этом смысле то есть ими их не их интересует твоя активность живетим хотела еще спросить про ну вот очень много разговоров про образование в ссср кто-то говорит что она лучше это пример и так далее вот мы его теряли и поэтому хана кто-то говорит что это совок ужасный преподавали неправильно учителя абьюзеры люди запрограммированы там и так далее вот у меня получается прям в 90-е я ничего не могу сказать про про свою школу было очень много интересного классного школе 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 да ну ты наверное застал да чуть-чуть я в 90 уже училище был до застал советскую школу естественно мы промывали там мозги мы все должны были должны были хотеть быть космонавтами все должны хотеть в космосе этот самый коммунизм строить тут нас не тут нас никто не спрашивал нам всем объясняют что в наше поколение уже в космосе там на марсе яблоки будем выращивать все это самое вот это вот вся красота которая сейчас воспринимается как красота такой эстетский вот этот вот советская научная фантастика до которая сейчас вспоминается ностальгически тогда она не была красотой нам нам промывали прям мозги это был такой очень суровый такой диктат знаешь там никто тебя не спрашивает что там хочешь хотя вернее я спрашиваю что ты хочешь Спрашивают, Сома, встал ровненько, стоишь, что ты хочешь, и ты должен правильно ответить, что ты хочешь. Если ты неправильно ответишь, тебе будет плохо дела, потом там вызовут родителей и так далее. Это было такое тоталитарное прямо. Мне повезло, я учился в элитарной школе. Там что было? Прямо перед моим поступлением туда я сначала учился в другой школе, 28-й, которая на Чапаева у нас находится, первые два класса. Потом там переезжали мы, и я рядом, там бабушка и дедушка жили, 12-я школа на улице Железнодорожной. Наша Василина училась в ней же, кстати. И она оскандалилась. В этот момент произошел скандал. Выпускники школы, парень и две девушки вылезли на крышу школы и установили флаг со свастикой. Сняли всех. Директора сняли, сразу же уволили. Там еще кого-то, каких-то там членов горосполкома, еще там не помню кого. Я не знаю, что сделали с этими ребятами и с их родителями. Я вообще не знаю, что. Но что-то очень нехорошее 100% с ними сделали. Ну, понятно, они там панканули на самом деле. Ну, такое вот. На, что там. Свастика. Ну, свастика как-то такое. Как сказать? Бунт. Вот. И на эту школу направились все взгляды. Туда поставили другого директора. У нас там была очень жесткая такая Наталья Ивановна. И она стала делать эту школу. Она там какие-то эксперименты стала проводить с нею. И школа, уровень образования этой школы, как уровень преподаваемого образования, резко взлетел. И я просто попал под эту волну. И у нас... Вплоть до того, что у нас пары ввели. Мы парами учились, как в универе. Прям так. Вот очень странно. Зачем это сделали? Я вообще не понял. Было, кстати, проблематично выйти в туалет. Ну, то есть ты сидишь в пару, должен сидеть в эту пару. А так не пускали, да? Короче, пускали. Надо очень сильно просить, тогда пустят. Но по правилам было не запрещено. Странно, что эти пары ввели. Зачем это надо было? Ну, вот преподавали нам... На мой взгляд, очень хорошо преподавали литературу и историю. У меня по истории только к концу начались пятерки. Так я вообще ее ненавидел, но потом вдруг заинтересовался. Когда уже марксизм стали преподавать, когда я вдруг... Интересно. А литературу преподавали, прямо вот мы обсуждали. Мы прямо обсуждали все. Я еще был в А, а это типа самый сильный класс. А дальше мне все время говорили, ЦИОМ, а так будешь учиться, попадешь в А, Б, В. В. У нас три только было тогда. Это сейчас в краснодарских школах. Я есть. А тогда это самое. Попадешь в В. Ну, в В были уже такие неблагополучные ребята. Я не знаю, как им преподавали. Наверное, точно так же. Ничего не знаю об этом. Но они слабые были. А вот литературу я прямо очень хорошо запомнил. Я очень хорошо помню, как мы обсуждали Грозу этого, Островского. И Обломова мы обсуждали. То есть, можно было перечить преподавательницу. Можно было не соглашаться с ней, если ты можешь аргументировать. Я аргументировал, и она прислушивалась. И весь класс прислушивается. Вот это класс вообще. Вот это прикольно. То есть, уроки литературы я прям любил. А говоря о бюллетарном образовании, это же во Франции придумали сразу после французской, так называемой Великой революции, этой буржуазной революции. Они же развели два вида образования. То есть, образование, программа была одна и та же школа, но было для детей богатых буржуа, а было для всех остальных детей. Для, собственно, детей их работников. И программа одна и та же, а разница в преподавании литературы. Просто сидим и читаем, в простой школе, сидим и читаем, особый упор на описание природы. Давайте посмотрим, если бы это было у нас. Гоголь здорово описывает степь. Вот какая великолепная степь, какое великолепное небо. А в элитарной они рассуждают, а так ли уж не прав Андрей. Давайте спорить. Ну, вот это вот, то, что он в паночку влюбился. Давайте рассуждать. А насколько просто все с самим Тарасом Бульбой. Насколько там все. И вот это вот, собственно, разница от французов. Это пошло. Ну, я думаю, что все остальные во всем остальном мире подхватили эту вообще историю. Потому что на литературе учатся думать. А дети в простых школах на литературе учатся, когда надо восторгаться красивыми описаниями природы. Учитель сказал восторгаться, а они восторгаются. Говорят, да, так здорово пишут. Ну, у нас тоже литература была классная. Мы и сочинения были такие, тоже с проблематикой. Ну, кто мог, да, вот, ну, потому что я помню, мы прям могли тоже выражать мысли. И какие-то даже были, я помню, что меня вызывали, я рассказывала про преступление и наказание. Вот что я думаю про Раскольникова, да, там, прав или не прав. Но я понимала, что в том возрасте ты еще там не про Ницше, ничего другого не знаешь. Ну, совсем другой взгляд ты можешь там только как-то... Ницше читал Достоевского, а не наоборот. Раскольников повлиял на Ницше, а не наоборот. Все равно это интересно, вот эти связи. Ты начинаешь как-то думать, да, а тут ты такой, ну, там что-то как-то, вот, ну, не знаю, там, проверял. Ну, дрожащий ли он тварь, там, да, и так далее. И еще помню, было очень классно, когда мы делали книжку с иллюстрациями по Джеку Лондону. Просто что-то делали, как бы, да, переписывали там от руки этот рассказ и иллюстрации, там, блокнотики покупали. У нас были классные викторины по Пушкину, когда мы делились, класс делился, и было наподобие, что где, когда, мы готовили вопросы. И еще было здорово, когда мы, кому на Руси жить хорошо, нам задали, ну, не всем, а кто хочет, написать свою, на современную тему написать свое. И я помню, что мне это так понравилось, я написала свое, тоже как бы в рифму, в ритме в этом же самом, да, только вот про современность, кому на Руси жить хорошо. Еще в книжку я так все склеила, и я так получилась, что заболела, и потом я передала с одноклассникам эту книжку, и ее учительница читала в классе, они там смеялись, потому что я с каким-то там подстебом сделала. До тех пор эту книжку где-то я нашла недавно. То есть очень, на самом деле, творческие были подходы, и у меня, ну, со школой было там что-то с оценками, какой-нибудь учитель там злокозненный или какая-то ситуация. Это все было, как и в жизни всякое бывает. Но, в принципе, я понимаю, что это прям период, ну, серьезно, когда ты тоже образовываешься, переобразовываешься, да, ты не был таким, когда ты не был в школе. И, конечно, тебя меняют, и, конечно, тебе насильно говорят, что делать, и, конечно, есть определенные рамки, куда выходить там нельзя. Даже те же самые рамки урока, ты должен сидеть 45 минут как бы, да, за парк. Да, потому что это вот то самое дисциплинарное индустриальное общество, да, будь любезен, подчини свое тело этой системе, да. Ой, я ненавидел эту школьную форму, мы ее почти до последнего носили. У нас не было. Она же была пошита на каких-то манекенов, то есть не на живого человека вообще, то есть какие-то швы адские, которые тут давят, передавливают, чешется все от нее. Она из Синтушная, это было чудовищно, я ненавидел ее, вот эту милитаристскую нашу форму, она была просто, вот, я не знаю, наверное, была за тем, чтобы воспитать сверхчеловека, которому вообще ничего не было. Я не знаю, больно, тело болело все время, причем не только я это говорил, это говорили все. И под этой формой все время потело все это. Ну, мама тоже жаловалась, да, что платья были, ткань сама была такая пакостная. Жесть, вообще, да. Потом, ради справедливости, ну, то же самое, та же Наталья Ивановна, вот она нас историю вела, очень интересно. Но она, по истории мы проходили там искусство, начали проходить искусство и декаданс. Ну, я написал реферат про декаданс, как я думаю про него. Я уже в смысле, там, как сказать, рефлексии искусства, у меня уже были свои собственные мысли. Она считала, что декаданс это вот какие-то наркоманские суицидальные сволочи, которые оторваны от мира, и нужно писать только про это. Я написал ей, что только в заперти, оторвавшись от всего, как она тогда говорила, заперлись башни со слоновой костью. Только в заперти, оторвавшись от всего, они начинают развивать искусство, развивать живопись. Она развивается только в этом. Я трайбас влепила, двойку не стала ставить, трайбас влепила. Вот, понимаешь, не согласился. Это все было, и говорит, что да нет, там все, советское образование, но кроме этого я помню, ну как-то, ну хорошо я так вспоминаю школу. Потом, значит, если говорить про, ты спрашиваешь про советское образование, если говорить, например, про высшее образование советское, там лучшее в мире, да, вот есть такой, часто слышим, там лучшее в мире, ну в некоторых профессиях, да, естественно научные, короче, естественно научные и точные науки, то есть вот эти, естественно и точные науки, то есть математика, физика, короче говоря, математика, физика, как я понимаю, в Советском Союзе вот лучше нету, и до сих пор нету. То есть в тот же самый Оксфорд или в Гарвард русский человек может поступить бесплатно в случае, если он математик или физик. Потому что там, а, все, советская школа, берем обязательно сюда. Все, вообще без вопросов. На гуманитарии уже не так. Или там на каком-нибудь географе или чего-нибудь эколога. Это вообще не так. А вот наша именно физмат наш советский видимо прям очень хорошо все обучали. А если говорить про философию, то это был тихий ужас в советское время. Вот ты учи марксизм-ленинизм, который на основе перевернутого, вывернутого наизнанку Гегеля, которого все равно никто не учит, а Гегель это вся предыдущая история философии, сведенная воедино. Ее тоже не учат. А надо учить марксизм-ленинизм. Ну, блин, это не философия. Это просто не философия и все. Это какая-то ангажированность уже. Получается, что, как, наверное, какое ни возьми, явление, что есть какие-то стороны положительные, какие-то есть отрицательные. Положительные какие? Нам надо было строить совершенно новую с нуля страну и индустриализировать ее. Соответственно, технари, образование технарское было идеальным просто. Вот так. Все остальное постольку-поскольку. Знаешь, там, ладно, сойдет. А если я в 90-е училась, да, то, как бы, то есть, то, что ты рассказываешь, уже, конечно же, не было. Космонавтов не было, как бы, да, формы уже не было. И тоже я не помню, что прям вот за мнение, которое отличалось, вот так вот влепляли. Тут, наверное, счет учителя зависит, потому что есть более гисткие, а есть более такой, в какой-то смысле я сказал, как бы, так и будет. Какой-то переходный как-то период я застала. Ну да, получается, 90-е переходный период. Но я вот 90-е, получается, уже учился. Все, это уже другой строй. Это страна отсталого капитализма. То есть, Россия, это сплошные со всех сторон гопники-бандиты, менты, которые тоже самое гопники-бандиты. На улицу выходишь и думаешь, экстримчик такой. Вот. И это я учился в художественном училище. Но они уже, наверное, не по-советски преподавали. Как-то это другое было. Это какая-то другая была система. Но преподаватели остались, у нас, по крайней мере, в школе очень много те же самые, которые еще моих родителей учили. А вот у нас это самое. Кстати, Иван Иванович Королев, он где-то моему отцу что-то преподавал по живописи. А к чему? Где он там по живописи учился? Я даже не знаю. Я знаю, что мой отец дружил с его сыном даже в последствии погибшим. Но, короче, тем не менее, все-таки пришло новых много, и они преподавали какую-то новую жизнь нам. То есть, когда нас сделали дизайнерами, нам стали объяснять, что вот фирменный стиль. Ну, короче, такое буржуазное началось все-таки. Как сказать? Буржуазное образование началось. А сейчас какое? Там? Ну, вообще, может быть. В художке? Ну, может, в художке. Ну, ты вот еще же учился. А художник ушел. Ильян ушел, он очень таким железным кулаком это все держал. Он был великолепен. Такая очень такая отцовская такая фигура такого мудрого, очень волевого отца. Ушел или его там ушли, как говорят. И он, собственно, распереживался и умер от сердца. Он как бы всю жизнь ему посвятил. А сейчас, говорят, начало все сыпаться. Вот я не знаю, что будет дальше. Говорят, училище вообще уже не то. Оттуда сейчас уходят очень мощные преподаватели, которые были при мне, которых я терпеть не мог, потому что заставляли. Заставляли. Что-то им надо. Я хочу пиво пить, а они заставляют меня учить сволочи какие-то. И вот эти сволочи куда-то уходят. Поэтому не знаю, что сейчас с КХУ. Посмотрю, как вот сын мой будет учиться. На которых все держится, да, уходят. Тержневые. В России вообще преподавание какое. Знаешь, я вот так скажу, там буржуазное, не буржуазное, не знаю. У меня складывается такое впечатление провинциальное. Вообще. Россия какое-то провинциальное. Понятно, мы тут живем в провинции, мы живем на югах, оно вообще тут провинциальное, но речь даже не об этом. Такое чувство, что и в Москве, и в Питере какое-то провинциальное. Вот как-то люди, даже преподаватели себя ощущают, что вот Россия это какая-то провинция чего-то. Ну чего-то, Америка, наверное. То есть самоощущение передается? Я думаю, да. Я думаю, да. Это не мои мысли, это один из преподавателей моих сказал так, и я с ним совершенно согласен. Он говорит, вообще вот такое ощущение, что какая-то провинциальность, и даже, говорит, в МГУ это чувство есть. И я согласен с ним, что-то есть такое. Хотя МГУ там, да, он там, ну, в топе по миру вообще, там, шестое что ли место, не помню. Не, вряд ли шестое, шестнадцато. Ну не помню, короче, какое-то место, ну он, то есть он круто. Но вот какое-то мироощущение такое. Так прям, спросите, а почему оно, откуда оно берется? Самое ощущение такое. Ну а че мы, а что, а что мы можем, ну как бы, что мы предлагаем миру-то? Газ и нефть, ну все, да? Мы, мы и есть провинция мира, как передового. А че мы, че мы из себя представляем? Что мы можем, если так посмотреть, ну пропаганда, да, вот, которая идет. Мы сейчас не будем затрагивать самые актуальные темы, которые там злободневные, не актуальные, злободневные. Ну даже если просто посмотреть, какие фильмы выпускаются. Какое-то вот, вот есть ощущение провинции такое. Я еще давно заметил, когда MTV русское еще было, черти когда, пока его не закрыли. Я прям помню, вот смотришь клип, и прям сразу видно, если российский клип. Моментально видно. Даже если еще не начали петь. Не начали, или, например, звук, если выключен у телевизора. Вот видно, что это какой-то провинциальностью отдают, колхозностью какой-то. Вот ощущение о себе, и образование такое же. Вот ощущение себя, что я где-то там на отшибе, на, ну далеко, короче, от главной трассы. То есть это люди себя так чувствуют и транслируют, это... Да, хотя, конечно, корчат из себя, сильно стараются корчить, что оно там, типа, якобы по-другому, но вот какое-то чувство, что... Это вот какое-то очень сильное недо. И преподают примерно так же, на мой взгляд. На мой взгляд. Понятно, что там вот... Ну, короче, с одним философом, там, московским, я переписывался, благодаря... В том числе, благодаря ему, я пошел учиться на философа, а когда отучился, он говорит, ну и как вам там было? Я говорю, ну, это, на нашей кафедре есть три человека, которым оно надо, а остальные просто сидят. Он говорит, уверяю вас, это в каждом городе, на каждой кафедре, в Москве, все то же самое. Есть человека три, которым все надо, действительно, они живут этим. Все остальные, а их там 15-20 человек на кафедре, да? То есть общая масса, он говорит, оно им вообще не нужно. Они просто уселись, и... Ну, хорошо, ничего, мухи не кусают, слава богу. Как-то печально. Угу. Ну, да. Ну, сразу вспоминается же этот, наш с тобой любимый, о котором мы уже неоднократно говорили, дирижер Флетчер из фильма. Улыбка, да? То есть те люди, которым оно надо, они, в общем, выглядят больными садистами. В глазах, как бы их назвать, жалобщиков, нытиков, в глазах тем, а, а, в глазах тех, кому вообще ничего не надо. Ну, потому что у них есть нытье, у них уже есть их наслаждение, да, они не собираются его менять на какое-то другое наслаждение. Они собираются ныть, они собираются жаловаться, там, и так далее. Ну, нас завотделением не давало никому, скажем так, расслабиться, преподавательскому составу. И постоянно что-то придумывала, какие-то даже лекции мы должны были, какие-то открытые уроки, какую-то литературу она сбрасывала, что вот это вот мы читаем, а на следующем собрании обсуждаем, ну, какую-то по профессии, да, что-то новое, какие-то открытия, вот тут олимпиаду. Естественно, что это мало нравится, потому что ты пытаешься насущные задачи решить, образовательные, а тут тебе еще сверх как бы накидывают. Но если вот так отстраниться и подумать, она же не давала зачахнуть. Без этих сверхзадач зачахнешь, сто процентов зачахнешь. Я вот сейчас учусь этому психоанализу Степана Мощенко, который учится у Миллера в Париже. Вот он учится у Миллера в Париже, да, очно учится, он туда приехал, он все эти документы справил, там оно не справлялось, он все-таки это все сделал, ну, там, да, все эти визы, шмизы студенческие, там снял квартиру, там поступил, сдал экзамены, вот он учится там. Для него это проходной бал, который вот он должен был сдать, психологически он пройден для него, да, вот он нам преподает, он нас забрасывает литературой, успеваем читать, а он ее читать успевает, потому что ему больше остальных надо, и он смотрит на нас, он ужаленный в жопу, он смотрит на нас, и он не понимает, почему, ну, как бы, где эссе, которое я требую, где доклады, почему их минимум в двое, в пятеро меньше, чем должно быть, где это все, вы чего, вы вообще, что ли, а мы там, Степа, ну, понимаешь, там, ну, я вот пишу, там, ну, магистрскую, поэтому и не, это просто, ну, блин, все пишут магистрские, все нормально с этим, вперед, сверхзадача, давай, а сложнейшую литературу дает читать, надо с нею справиться, вывести, еще доклады делать, вот он не провинциально мыслит, он не провинциально мыслит, ну, естественно, смотришь на него и думаешь, что с тобой такое, ну, там, да, вот, если бы я там, ну, вот, я вспоминаю себя, там, 16 лет, я бы сто процентов так думал, какие-то психологические трудности у чувака, он, типа, замещает, там, чем-то, да, трудоголик, замещает, чем-то, да, ну, а мне вот говорили, да, я вот свои истории с этим почти каждый день пилю, по несколько, ну, что-то примерно плюс-минус по 10, бывает и по 30 я их пилю, если тема такая, да, вот, надо сегодня ее, я их пилю, 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 мне потом прилетает, и говорят, а что с тобой такое, что тебя берет, у тебя тревожность такая сильная, там, ну, то есть, из какой позиции спрашивается это, это спрашивается из рессентиментальной позиции, очевидно, я помню себя, я всю жизнь занимался спортом, с самого детства, ну, я приучен в этом, вырос в спортивной семье, и у меня отец, и мать, и дедушки, и бабушки, все занимались всегда спортом, ну, то есть, для меня это легко, потому что я все время в этой среде, я думаю, как бы это сказать, чтобы корректно, думаю, увлекся, блин, ну, короче, моя первая жена выросла в другой среде, и она смотрела на меня, и говорила, что тебя берет вообще, я говорю, каждый день просто физкультура, нормально, я же там не это, не ухакиваюсь, не убиваюсь, а для нее это абсолютно непонятно, ну, то есть, просто непонятно вообще, вот, совершенно с другой позиции на это смотрят, а я эту позицию не понимаю, потому что я в этой, я вырос в другой позиции, все, я сформирован там, образован там, то есть, мой образ, это про спорт. Ну, вот таким людям сложно, потому что, когда я вспоминаю, там, в академии, да, я училась, в училище, всегда находились те, кто там, хотел сместить, не знаю, пожаловаться, еще что-то такое сделать. Сместить, не понял. Ну, сместить с должности такого человека, который, как ужаленный, не дает другим тоже покоя. Ну, потому что, смотри, это же такая еще штука, другим покоя понятно. Когда мы сталкиваемся с чужим желанием, для нас это всегда невыносимо, для нас всех невротиков, да, нам всегда кажется, что его желание меня ограничивает. Включаешь, что-то, кстати, вот я не нашел, на днях искал, я помню, Лакан Парле, называлось, видео, с русскими субтитрами, а, просто субтитры русские делаешь, а, нет, русскими субтитрами, точно, и первые, на ютюбе, и первые несколько комментов, о том, какой он невыносимый нарцисс, то есть они сталкиваются с его желанием, желанием говорить, желанием говорить сложно, желанием играть в словесные интеллектуальные игры со слушателями, для них это невыносимо, потому что он их ограничивает уже. Это Лакана мысль, что если ты наружу выдаешь свое желание, тебя ненавидят. Вот Флетчер выдает наружу свое желание, его ненавидят, все нормально, все работает, все действует. Но ему все равно, он продолжает выдавать дальше. Ну, не тоже, ему все равно, он, наверное, наслаждается этой ненавистью к себе, который нашел вот здесь, как поместиться. Я не думаю, что мы все равно. Ну, все равно, он же, он же там, ну, этот не психотик, конечно, не перверк. Не то, что все равно, что безразлично, а то, что это не мешает ему продолжать. Помогает. Я же говорю, тогда он наслаждается этим, а какие еще есть варианты? У меня нет других вариантов. Либо вытесняет, либо наслаждается этим. Ну да, можно вытеснять, но он не такой. А почему ты знаешь, что он не психотик? Ну, а как психотик будет такие сложные схемы манипуляционные строить? Он, он, он не сможет это просто. Нет, можно его упрекнуть в перверсии, да, и сказать, да, слушайте, да, он же перверт, он просто любит унижать людей, и все это оправдывает этим. Вот я не знаю, какой здесь, ну, то есть, по ощущениям-то, конечно, не перверт, так смотришь, но нет. Но если так вот, какая бы могла быть контраргументация к этому, что ему важно, а, ему важен Эндрю, ему важен собеседник, у него нет собеседника, вернее, есть там, да, на самом деле, он же там общался с каким-то мужиком, у которого маленькая девочка, он как-то очень по-доброму с ним разговаривает, у него есть какие-то друзья, но ему важно, чтобы еще друзья были у него, и он же вот таким жесточайшим образом фильтруя, как бы, делая, создавая такую непроходимость, неподходимость к себе, да, создает таким образом приглашение для того, чтобы стать его другом. Для того, чтобы стать его другом, нужно от себя очень много потребовать. То есть ему важно это очень. Но он же с Эндрю когда разговаривает, вряд ли он им манипулирует тогда. Ну, как и похоже. Ему честно выкладывает свою позицию. А только невротику не все равно на других людей. Важны другие люди, вот так скажем. Только для невротика другие важны. Ну, и в этом смысле система образования, любая, особенно если она там жесткая, она отличается тем же самым. Ну, собственно, та же самая вот история. Взял и рассказал. Фактически здесь Флетчер не только как дирижер, но и как преподаватель выступает. То есть преподу важно, чтобы из студента, из кого-то из студентов вырос для него собеседник, с кем он будет беседовать. Но каждый же препод, ну, ты сама по себе знаешь, нарывается на одно и то же постоянно. Да, страшно самодовольных уже ставшими собой людей. Уже все, они уже равны себе. Молодые приходят, тупые, непроходимо уверенные в себе. Которые просто вообще не могут быть его собеседниками, но они уверены в обратном. Увеждены в обратном. Это что им остается? Затыкать их. А что еще? Ну, они не могут быть его собеседниками. Им просто рано. Им надо дорасти. А они считают, что у него какие-то проблемы. Ну, со всеми жесткими преподами так. Они требуют от себя и от других. А те, кто не требует ни от себя, ни от других, они страшно обижаются. Ну, и ставят диагнозы. Ну, а что им остается? Диагнозы только ставят. То есть, они же исходят из всегда уже униженного своего положения. А они могут делиться только тем, что у них есть. Вот они диагнозы ставят. Ну, то есть, пытаются унизить. Пытаются принизить, улечить как-то. Да, вот такое истерическое немножко. А или даже множко. Истерическая оппозиция. Истерическая оппозиция всегда уличающая. Уличающая другого. Потому что истеричка исходит из собственной ничтожности. А мы всегда делимся тем, что у нас есть. Вот она ничтожностью делится. Вообще, много над чем есть подумать. Примерить. Вспомнить все. И то же самое. Я говорю, у нас есть, конечно, разница между советским, постсоветским образованием. Например, англосаксонским. Разные три, наверное. Ну, вернее, как три. Сейчас мы пытаемся под них подделаться. Но создать видимость, скорее, такой каргокульт. Вместо того, чтобы действительно, как они. А вот мне рассказывал человек, который учился на социолога в Еле. Университет Ель. Американский. Где это? Череп и кости. Вот. И он рассказывал. Шесть дней в неделю они фигачат с нереальной скоростью. Читают примерно 200 страниц научного текста. Они все сидят на ноутропах. На какой-то фигне. И в субботу вечером ужираются в хлам все. Там, говорит, в воскресенье утром выходишь в общаге. Там все заблевано. А потом выходят все это сами убирают. Стирка, уборка. И вечером в воскресенье опять за учебники. И там так. Если ты не прочитал те книги, которые тебе преподаватель дал к следующей лекции. То есть, лекции довольно редко. Они все время сидят, читают самостоятельно. Лекции мало. И больше семинары, когда они самостоятельно там доклады делают. Но лекции мало. Но лекции очень такие. То есть, он говорит, к этой лекции прочитайте четыре вот таких-то книжки. И они бегут в читальный зал. Но он говорит, в читальный зал заходишь, все время тишина. И только страничка переворачивается. И вот сплошной он забит весь. Просто там свободного места нет. А если ты не прочитаешь эти книжки, ты лекцию не поймешь. Если ты лекцию не поймешь, ты начнешь тонуть. Ты уже начнешь пытаться выбраться из этого. А у тебя следующая нагрузка. И пошло, пошло, пошло. Из этого, говорит, выбраться очень тяжело. Ну, там единственный вариант взять Академоотпуск. Их ты тоже ограниченное количество возьмешь. У нас такая штука была похожая по музыкальной литературе. Это так сильно бесило, что нужно идти в Пушкинку, брать какие-то книги, их еще читать, помимо того, что рассказывает преподаватель. Это сейчас интернет появился, да? А раньше, вот я помню, да, мы в Пушкинке постоянно послезли еще в художественном училище. Угу. Вот. И, то есть, очень суровый ритм, и очень суровые требования в этих же американских университетах. Я имею в виду вот эти вот Лигу Плюща. Ель, Гарвард, что там у них там? Стэнфорд туда не входит. Что там, четыре каких-то, да? Я их путаю все время. Кембридж. Кембридж это английский? Английский? По-моему, да. Да? Ладно. И, в общем, короче говоря, я не сильно знаток этого всего, но вот он расскажет, что такое элитарный университет. И туда прибегают на эти самые, на экзамен, ну как это, на защиту диплома, прибегают уже с руками-ногами отрывать специалистов себе, работодатели. И зарплата этого специалиста, как этот человек мне говорил, будет или в пять, или даже в десять раз выше, чем зарплата точно такого же специалиста, который из другого университета вышел. Потому что если ты закончил это, если ты это смог, ну все, доверие уже, уже есть доверие. Ты уже... Ты как выдержал, да? Как бы испытание такое прошло. То есть диплом элитарного университета, он же в этом смысле билетом является. Ну так к вопросу, да, когда говорят, зачем у меня диплом, это бумажка, там и так далее, что есть случаи, когда это билет, а не бумажка. Есть, да. Есть случаи, когда это просто... Слушай, ну с другой стороны тоже, ну вот есть такой прикольный очень профессор философии в Волгоградском университете Андрей Макаров. Он говорит, ну вот сравните. Я говорю, здравствуйте, я Андрей Макаров, доктор философских наук. Или я говорю, здравствуйте, я Андрей Чел. Вот ты Чел или ты доктор наук? Ну так разница есть вообще-то, да? То есть это такая репутационная фишка, да? Если у тебя есть этот... Ну это билет в любом случае, короче. Понятно, что он не пойдет устраиваться на какую-то работу, как доктор наук. Философских тем более, да? Да, философа искали, по хэдхантеру нашел, пошел философом работать. Речь не об этом. Если он доктор философских наук, то значит он у себя уж точно что-нибудь допредставляет. И я знаю огромное количество человек, которые не пошли обрезать себе крылья, потому что побоялись за свои крылья. Огромное количество таких человек, я знаю. Ну вот они до сих пор не обрезанные гои. Не обрезанные. Они до сих пор вот только тем и занимаются, что рассказывают, что хорошо быть челом, а не доктором наук или что-то еще, что в этом нет никакого смысла и так далее и тому подобное. Но, скажем, ну тоже так, постараюсь быть более-менее корректным. Вот есть у меня друг, который не пошел со мной учиться в это художественное училище. И только спрашивал у меня какие-то консультации, потому что сам по себе он прям художник. Ну, в смысле он прирожденный прям художник. И он говорит, вот я рисую, вот здесь правильно или неправильно. Я ему многое подсказывал, там то по телефону, то там потом уже по интернету, потом сильно позже. А так домой к нему приезжал. То есть я смотрю, он прям старается. Но он не пойдет туда, где его будут принуждать. Он свободолюбивый. Ну, что ты думаешь, как в 90-е он рисовал женщин, бегущих с волками и совами? Как до сих пор он этой черной ручкой сидит и рисует этих женщин с волками и совами? Ну, то есть это пошлятина полнейшая. Потому что он не оформлен в высококультурном учреждении. Его не оформили. Он даже не понимает, что он колхозник. Ему не объяснишь это просто. Короче говоря, очень просто. Ему не привит вкус. Техника уже стала прекрасной. У него очень хорошая стала техника. Но вот как не было вкуса, так его и не стало. Потому что без этого учебного учреждения вкуса не будет. Это как ребенок. Сейчас ты рассказываешь, что он не любит принуждения, что он не видит какие-то вещи. Техника, понятно, от количества в качество переходит. Тем более, если он рисует в одном ключе, то не могло быть у нормального человека, чтобы техника не... Но вот как ребенок, который вот сидит, он говорит, я не хочу вырасти, не хочу. Можно я буду нормальным ребенком? Говорит один мой знакомый, когда мама говорит, ну что, как бы идти в школу, уже пора там во втором классе. Можно я буду обычным нормальным ребенком, который просто играет? Ну вот, мой знакомый остался обычным нормальным ребенком. Ой, мой сверстник, чуть младше меня. Ну, то есть ему тоже там 40 уже с копейками. И он так ребенком остался. В этом ключе. В ключе своего основного ремесла, самое интересное. У него отвратительная композиция. Он не чувствует, что там... Короче, он не чувствует, что хорошо, что плохо. Вот не чувствует. Это тот самый вкус, который прививается. Если он, например, этим зарабатывает, а не плохо, то тебе скажут, а какая разница? Вот есть результат, у него есть деньги. Я даже не знаю, что здесь противопоставить, какой аргумент выдать. А почему? Потому что я ему выдам тот аргумент, который он не почувствует. Ну, как я маленькому ребенку, первокласснику объясню, зачем ему еще 10 лет нужно отпахать? Зачем отпахать? Чтобы научиться, наконец-то учиться. То есть через 10 лет он только поймет, как надо учиться. А потом начнет учебу. Вот как я ему, первокласснику, это объясню, зачем ему это надо? У него, конечно, не надо. Ну, это какая-то дичь. Это вы что-то придумали, у вас бред, у вас взрослых. И ему никак не объяснишь это, потому что он у нас с той позиции. Поэтому здесь надо включать директиву. Как объяснить этому моему другу? Блин, я, боюсь, что никак. Ну, вот никак. Я и даже не пытаюсь. Даже не пытаюсь, потому что, ну, просто оскорбиться, обидеться, мне скажут что-то там высоколобое чмо. Хочешь сам утвердиться за мой счет? Ну, я, ну, блин, и вот к этому придет разговор. Ну, и нафига это надо? То есть я здесь даже как-то и безоружен, получается. Ну, то есть что бы я ему ни говорил, он подумает, что я его базан заваливаю. Ну, вот у меня есть два человека, это если, да, опять к колледжу возвращаться, которые не закончили, там, причем один человек вообще по такой, ну, как глупости молодецкой, ему пытались помочь до последнего. И тоже у них обида до сих пор на колледж, хотя прошло уже много лет. А мне кажется, что когда вот такая обида, ну, для меня это тоже какой-то признак незрелости. Ладно, когда там действительно что-то случилось, ну, такое прям, ну, ужас, да, я не знаю, какой-то, ну, кошмар, и ты, как бы, у тебя эта боль до сих пор. Ну, когда ты обвиняешь, что кто-то виноват там в чем-то, ну, какой-то учитель на тебя не так посмотрел, а ты не захотел заканчивать или еще что-то такое. В общем, один вот тоже, он чуть-чуть младше меня на пару лет, по-моему, курьером работает, вот много-много лет уже. Хотя у него... Нарко-курьером? Если нарко-курьером, то нормально. Нарко-ненарко, и у него слух хороший, он музыку сочинял такую достаточно прикольную, еще и абсолютный слух. А девочка, ну, понятно, она родила рано, тут уже, как бы, да, ребенок в приоритете, и уже ты будешь жизнь выстраивать вокруг него, но потом тоже она... Я знаю, что многие женщины, вот, период пережив самый такой, да, они дальше все равно идут еще и могут вообще прям сильно... Потому что ребенок в приоритете, но первые два года ты полностью... Ну, а ты, в смысле, женщина является полностью рабом этого ребенка. Что-то сжахнуло. Я тоже услышала. Было-было тут тоже. Интересное кино. Ну, надо посмотрим, почитаем про беспилотники сегодня. И женщина является первые два года, конечно, тотальным рабом своего ребенка. Но потом начинается постепенно уже садик, потом начинается школа. То есть, внимания очень много, но вообще-то она разгружается. И есть время для внимания для себя. Ну, есть время для внимания, ну, пускай будет так. Это все, конечно, ну, блин... Тут, конечно, можно сказать, существуют курсы, да, но курсы курсам тоже рознь, потому что большая часть курсов, они просто тебе, как клиенту, будут задницу лизать ради того, чтобы ты еще потом посоветовал другим людям, да. Ну, то есть, они не будут включать вот этот садизм. Кстати, вот про курсы тоже интересно. Сейчас же много такого, ну, всего для удобства, да, что ты можешь онлайн это все закончить, там, не выходя из дома, все как бы круто. И очень тоже мягко это все внутри, потому что тебе сразу говорят, вот какая комфортная атмосфера, вот в удобное время ты делаешь задания. Ну, какие-то сроки там бывает есть, бывает нет, да. Потому что у меня, например, сестра закончила курсы, они были полугодовые, но она еще доплачивала, брала пару месяцев, она не успевала какие-то сделать задания, потому что дети. Но она прям все делала. И сейчас работает, получается, по специальности вот этой, которая курсы закончила. Но она имела к ним предрасположенность, талант, способности с детства. А я, например, курсы купила и прошла из них один только блог. Они тоже такие вот, ну, не спешите, вот все комфортно. Там такая приятная презентация, такие молодые приятные парни и девушки рассказывают, как вы можете сами себе расписание устраивать, выбрать удобный темп и все это такое. И я прошла тот блог, который мне был понятен, потому что у меня уже были знания по этому блогу. И я не могу себя никак заставить двигаться дальше. Вот я думаю, в чем причина и подходит ли такое образование, как всеобщее, да, вот такое удобное, такое, на диванчике дома и так далее. Материнское такое, утробное образование. Ну, как будто бы да. То есть все, у меня нету вот этих вот, как ты сказал, садизма такого, да, со стороны. Самосадизм у меня тут вообще не сработал просто вот. Хотя я иногда его включаю, да, и он как бы тоже иногда говорю, что вот... Что-то он в минус только пошел, да? Да, научаешься, когда вот привыкаешь, что на тебя внешне, да, возник, ты потом научишься сам себе таким быть человеком. Вот в данном случае вообще как бы не получилось. Я еще, у меня есть надежда, что я еще к этому вернусь, но все, с каждым днем я больше начинаю думать, что, наверное, вот это все так и, как бы, и до свидания. И вот в этой связи хочется вот такой вопрос задать про образование, я не знаю, будущего, или к чему мы идем, или как это все... У меня есть предположительный ответ, очень, очень вот такой, ну, малорадостный. Скорее всего, вот как я сказал про эту французскую революцию, скорее всего, вот эта пропасть между элитарным и массовым образованием будет увеличиваться, и элитарно будет все меньше, и оно будет выпускать, вот, ну, так скажем, управленцев этого мира. Очень серьезных, очень волевых, весьма интеллектуальных, скорее всего, да, очень хитрых, очень коварных, которые будут создавать в этом мире видимость вот этой лайтовости. Делай, что хочешь, прекрати там, ну, что там, да, там, не позволяй собой командовать, какое хочешь у тебя, какое хочешь у тебя будет лицо, какое хочешь у тебя будет гендер, все, что угодно, для того, чтобы плодить себе армию рабов, абсолютно беспробудных, абсолютно непроходимых, тупых напрочь. То есть я думаю, что вся эта система, которая сейчас существует, с образованием каким-то, какого-то очень, вот, например, в той же России, да, я, кстати, говорю сейчас не только про Россию, я сейчас говорю про весь мир, но в той же России вот эта провинциальность, она к чему-то такому приводит. И мне представляется, что это может быть осознанно. Ну, потому что представь себя, как сказать, менеджером, одним из менеджеров этого мира. Ну, это просто удобно. Ты создаешь, хочешь, иди там в какой-то элитарный университет, поступи, да, на бюджет, просто очень сильно вывернись наизнанку, вкрути себя в бараний рог, но сдай эти экзамены и удержись там. Значит, с тобой можно иметь разговор. А если хочешь, тебя будут подтягивать, а тебе будут заботиться, там, как вот какие-то там западные школы сейчас для деток существуют, чтобы ни в коем случае не травмировать ребенка, да, чтобы вот хочет он полежать на уроке, пошел он полежал, да, не надо, чтобы он это самое. Ну, то есть вот это дисциплинарное общество, не надо, чтобы он уставал, спинка там уставала, вот это дисциплинарное общество, которое было там в моей школе, оно сейчас переходит на внутренний такой план, на внутренний план, когда эта дисциплина другая. Ты просто должен хотеть того, что тебе незримо говорят. Вот когда мы там должны были хотеть все этими космонавтами, да, сейчас ты должен хотеть быть, ну, жить в комфорте, короче. А знаешь, что, наверное, вот сейчас мне мелькнула мысль страшная, вот когда ты типа хотел быть космонавтом, вот ты сказал, что подняли тебя по стойке смирно, ты говоришь, должен выдать правильный ответ, но ты внутри, например, понимаешь, что это не тот ответ, да, и да, это понятно, что такое расслоение, но тем не менее ты как бы в себе хранишь, а я на самом деле буду там, я не знаю, адвокатом, ну, кем-то еще. То вот тут как будто такая штука идет, что ты даже не поймешь, чего ты на самом деле хочешь. Не поймешь. Потому что когда я говорю, я встаю и говорю, я хочу быть космонавтом, я вижу кривые ухмылки своих одноклассников, я понимаю, что все все понимают, да. Ну и ладно, как бы мы сыграли в эту игру, вышли, и мы там все, космонавт, там, твою мать, пойдем там покурим, за гаражей. Вот и все, да, там, какой космонавт, я вырасту там, буду, не знаю, вот, а здесь уже по-другому, здесь другая игра, совсем другая. Здесь очень четко, да, там я девочка, значит, я, ну, не знаю, я условно сейчас с детства мечтаю об отношениях, чтобы у меня были отношения. Какие-то здоровые экологические отношения. Что это такое? Я условно там утрирую, и, разумеется, этот маховик будет туда ходить, туда ходить, от этих экологичностей он в другую какую-то сторону еще тоже мотнется. Ну, в такую же тупую, наверняка. Я не знаю, в какую. Вот. Вот. То есть, я думаю, ну, образование, оно на то и образование. Блин, это, наверное, максимально удачное название у него. Вообще, образование. То есть, оно именно образует нового индивида общества. У меня бывшая клиентка с ребенком переехала в Америку, в Нью-Йорке. Ну, сейчас из Нью-Йорка она переезжает, она говорит, невыносимо. То есть, им каждый день на каком-то уроке обязательно объясняют, что они не должны быть того пола, которого они пола. Им промывают вот эти вот эти мозги, что гендер любой у тебя будет, вы должны... Они прям должны хотеть это. Она говорит, я потом ему дома пытаюсь там, ну, как-то там, сыночек, ну, понимаешь, что такое дело, просто там такая повестка, а он мелкий как бы. Она говорит, я как могу ему там это объясняю. Просто такая повестка, так им принято сейчас говорить, они должны там говорить, ну, ты там думай своей головой, там все дела. Ну, так. Жутковато. Одна девчонка, блогерша такая, симпатичная девчонка есть, она там живет в разных странах, давно не живет в России, она говорит, я, честно говоря, на ТикТоке наткнулась, говорит, на какого-то пацана, который там, ну, возмущается, что в России запрещена ЛГБТ-пропаганда. Я, говорит, полезла в комменты читать, ну, что будет писать. Я, говорит, думала, что сейчас там, а он на английском, короче, он на английском об этом, значит, говорит. Соответственно, это англоязычный ТикТок. Соответственно, значит, это самое, и комменты английские, и там все пишут, о, переезжай в Россию, срочно, ты достал это. Ну, это одна, это одна из сторон, на самом деле, да, вот эта промывка мозгов ЛГБТ-шная, вот это вот, да, там, что-то уже в детстве им внушают это все. И, я думаю, там есть стороны и похлеще. Но, я хочу основной акцент сделать именно на вот это, на массовость образования. То есть, она, я думаю, будет нарастать во всем мире. Массовость, ты имеешь в виду, что оно будет ориентировано на массу? Ну, как сказать, массовость массового образования, вот если так сказать, да, то есть, все равно будет, обязательно будет элитарное образование, сто процентов, потому что этим людям, которые вот, хозяева мира, да, им необходимо, чтобы было какое-то комьюнити, в которое будут крутиться их дети. то есть, это не должно быть гувернаторское, гувернерское образование, да, как в, ну, не знаю, там, условно, там, 17-й век и так далее, да, нет, должно быть какая-то, какая-то тусовка, где они друг друга поддерживают, они друг с другом с детства, и потом в возрослой жизни они уже эти связи удерживают крепко, да, и они друг за друга держатся и помогают друг другу. Им это необходимо. То есть, элитарное образование все равно будет. А вот этот вот, который на социолога учился в Еле, он говорит, вот это закрытое общество, череп и кости. Там учатся уже будущие сенаторы, будущие самые верховные прокуроры США и так далее. В их кампус, ой, кампус, ну, как это, в общагу, короче, да, это кампус называется, я еще забыл. Короче, в здание их общаги полицейский заходить не имеет права. Ну, то есть, по закону, конечно, он заходить должен, но ни один полицейский туда не зайдет. И туда вообще ни один человек посторонний не попадет. Потому что его сразу завтра уволят. Вот там вот хозяева Америки учатся в этой штуке. То есть, они дети этих сенаторов, прокуроров, племянники их и так далее, и им будущее уже установлено, предустановлено все. Вот. Вот они получают элитарное образование. Угу. Угу. И гуманитарное причем. Все элитарии получают гуманитарное образование, не техническое. Ну, я имею в виду юриспруденция, это тоже гуманитарная цеплина. Экономика гуманитарная. А на историков они учатся. Я, кстати, думала про гуманитарное, ну, чем оно отличается, если так, мне просто мысль пришла, что тем, что человек вот в этом, ну, в этой науке, да, в этой области ее как бы как субъект рассматривается, или не в этом прикольно. Да, конечно. Слушай, ну, давай вспомним, откуда взялась вообще эта идея гуманитарного, что есть гуманитарная, есть негуманитарная. То есть, это Вильгельм Дильтей, середина 19 века. Он разделяет, по-моему, Берлинский университет, он разделяет дисциплины на дисциплины о хозяйстве, науке о хозяйстве. Это физика, химия, биология, экология, все что угодно, космология, ну, астрономия, да, и что. Это все равно хозяйственные, да, то есть, нам надо понять, как с этим управляться вообще. И на науке о духе, он называет это о духе. Что такое дух? Дух, это то, что между двумя людьми, ни в одном человеке, то есть, она изучает не субъекта, а интерсубъективность, то, что между субъектами двумя или тремя, или больше. Почему говорю тремя, потому что юриспруденция это три субъекта. Двое выясняют отношения, третий, ну, как судья, да, вот, ну, как нотариус, там, как юрист, третий как-то разруливает это все. Ну, то есть, кто между людьми. Треугольный карман вспомнился в каком-то таком виде. Да, то, что происходит между людьми. Они всегда на это направлены. И вспомню царско-сельский лицей, это же наша попытка создать вот такой, так сказать, инкубатор господ. В нашем смысле, на царской России. При ком? При Александре Первом это началось. Быстро закрыли, потому что декабристами они все стали. Но вот, они же гуманитарное образование получали. Естественно, они учили там и физику, и что-то там еще они учили. Математику, естественно, учили. Гуманитарий вообще должен учить математику по-хорошему. Хотя бы ее основу уже. Ну, вот. Ну, у Пушкина это все было очень плохо с математикой, с физикой. Крайне плохо. Ну, ну, учили. То есть, а кто будет правителем? Правитель это тот, кто знает, как между людьми, что происходит между людьми. Я тоже хотела это сказать. Он не может быть технарем, как Николай Первый наш. Николай Павлович, да, он же военно-инженерное образование было. Вот он был таким императором, военным инженером, так вот он остался. Он как будто дороги строил. Если бы он еще эти дороги строил, ну, это большая проблема, там железные дороги в России из-за этого Крымскую войну проиграли. Но суть не в этом. Он с коррупцией боролся как военный инженер. Он не понимал, как это делать. То есть у человека должна быть особого рода хитрость. Для этого надо быть гуманитарием. Хитрый – это кто такой? Тот, кто может на себя примерить позицию другого. Это же есть хитрость. Примерить позицию другого. А, с той оперы он вот так вот выглядит. А, совсем по-другому. Вот, что такое хитрость. То есть хитрость – это такая предпосылка мудрости вообще-то. Угу. Вот. В этом смысле, конечно, гуманитарии в каком-то плане они немножко жулики. А до девятнадцатого века этого разделения вообще не было. То есть до сих пор PHD, доктор философии в англоязычных странах, он – это может быть физик. Доктор философии. До сих пор. Интересно. Угу. Социолог, доктор философа получает. То есть, когда он становится доктором, он становится PH, PH, философик, философик доктор. Вот. Но, конечно, имеет смысл это деление. Да, то есть науке о хозяйстве – это одно, науке о духе – это правда другое. А вот я хотела спросить, да, если возвращаться к самому началу, где я говорю, вот меня так волнует, образование, когда человек занимается искусством. Вот. Искусство. Я не знаю, я тебе говорю, я вот не знаю, искусство – это какое-то техническое образование. Я не пойму, что это за образование. Какая-то ядерная смесь, потому что я такая думаю, ой, я же гуманитар, я прям себя чувствую гуманитарием, подумаю, подожди, мы там аккорды расчленяли, что-то соединяли, там человека типа не было, но это в принципе без человека не происходит. Типа там звук есть, да? Там не физика, а там через восприятие все равно человека, через ощущение гармонии. Как-то очень смешанно, и я думаю, то есть как будто роль, вот есть технари, да, есть гуманитария, как будто бы какая-то еще третья роль есть у тех, кто занимается искусством, потому что как будто в нем это как-то все сплавлено, и люди с каким-то мышлением тоже, вот они, как ты говоришь, сэкономитарии. Филологи, филологи же занимаются литературой. Слушай, хотя, кстати, вот когда мы учили логику, у нас почему-то литература вообще к искусству не относилась, что литература это отдельная какая-то отрасль. Короче говоря, для меня большой вопрос, искусство это что такое? А поэзия? Искусство, оно как ремесло, только это не ремесло, а что-то еще. Поэзия, ну она же к литературе по идее относится. Ну вот как бы да, но как-то сложно, да, все? Да ужасно сложно. Ну в смысле, какая-то непроходимость здесь по поводу искусства, я не понимаю. Но очевидно, что это не естественно научная дисциплина. Очевидно, да, это не физика, не химия и так далее. Она не с рациональным сильно связана. Вот с чем-то таким, да, то есть с тебя что-то выходит необъяснимое, откуда ты с каких-то глубин, и ты что-то с этим вот делаешь. Блин, не знаю даже. Но вот если смотреть на историю всяких вузов, я имею в виду, мировых, по искусству, по живописи, по скульптуре, они же все выходили из изначально из каких-то ремесленных училищ. Я имею в виду вот именно изобразительное искусство. Они все были связаны с какими-то такими штуками, там резьба по дереву, что-то еще, там, знаешь. Под пояс, да. Прикладную. Да, я думаю, музыканты тоже, потому что, ну что, вот ты играешь, там, не знаю, во дворе, на лютне, да, радуешь, знаешь. Три аккорда, три аккорда лет низких, знаешь, и пошел. А вышли, получается, дальше эти люди за пределы, да, и художники, что-то такое. Я просто помню, даже как на кружке тогда Евгений сказал, типа, да, это же там каста самая низшая. В смысле? Это же мыслители. И понимаю, что мы о разном просто. В традиционном обществе, конечно, это низшая каста, естественно. Это же просто, ну, люди, которые раскрашивают что-то. Да, условно, художники, да, или музыканты. Ну, это просто вот, мы будем кушать, а они будут брончать что-то там свое. Желать ли, чтобы они красиво брончали, иначе их мы погоним палками. Ну, да. Вот, такое отношение. А вот мы с Наташей Щербаковой сейчас записываем по Онегину, ну, к артистам, какое отношение было в середине, ну, в начале 19 века. Ну, просто как шерпотреб какой. Не шерпотреб, как это, низко, короче, низкокачественные люди. Там, когда балерина не нравится, они ее закидывают бумажками, зашикивают, свистят, господа, вот это аристократия наша. те, кто просто их развлекают, для этого. облуга? Да, в каком-то смысле такая эстетическая обслуга. Ну, вот, а ты смотрела с нами давно, когда мы в ковре показывали с этим, с Джонни Деппом, этот, смотрел это, да, да, распутник, это же он, театр поднял, это какой, 18 век, получается, еще 17, еще 18, Граф Рочестер. До него вообще к театру по-другому относились. При том, что уже был Шекспир со своим глобусом. Он отжил, и про него уже все забыли. И опять относятся, ну, актриса равно проститутка. Это прям один, это ничего. Это балерины. В театре, заходят в театр, там срач, грязные полы, перед театром ничего не вымощено, все в грязи, они с этими ножищами грязными пошли по театру, никто ничего не убирает, да плевать вообще. Это же театр. Ну, то есть, все равно, что бордель такой. Ну, это вот из области хлеба и зрелищ. Какое-то зрелище ты пришел, посмотрел. То есть, по большому счету, вот эта высокая культура Европы, она вообще недавняя. Так вот, если так по-хорошему. сплошное хамство было со всех сторон. Онигина читаешь, но такое хамство, и он хам прям полнейший, и там вокруг такие же. Зашикать Федору, Клеопатру. Буду смотреть с интересом этой серии, когда выйдет. Онигин по-новому, да, чтобы открывался. Ой, Онигин там прям мразь такая. Ну, если вот вернуться, еще будем резюмировать как-то, да, по поводу образования вообще, если вот вообще, говорить, я полностью согласен с Гегелем, что это травма отчуждения, что потом подхватывает Лакан то же самое. То есть, есть две травмы отчуждения, сепарация. Образование, это травма отчуждения. То есть, тебя берут прям, у тебя новое детство, получается. Образование, это новое детство. Тебя вводят опять в дискурс, в какой-то, скажем так, ввергают под диктат языка тебя, подчиняют, гнут тебя, и вариантов нет. И в этом смысле отчуждение работает так же, что преподаватель в этом смысле как будто хочет больше, чем ты. А ты подчиняешься ему, и вот надо подчиниться. И вариантов нет. В смысле, есть варианты, которые означают, что ты просто ничего не научишься. Еще раз повторюсь, почему в этом самом Еле, как и в Гарварде, про Стэнфорд я молчу, там отдельная вообще история с этим Стэнфордом. Он какой-то уже очень коммерческий и новомодный университет. Мне кажется, они там больше видимость создают, чем учатся. Но это, опять же, я там не сильно хорошо знаю. Но вот Гарвард и Ель, почему и этих специалистов с руками отрывают? Потому что они учились, в отличие от других университетов. Ну, приезжай в Кубанский государственный университет и найми там какого-нибудь высокодорогого специалиста. Да, то, что он получил диплом, откровенно говоря, это никакой не билет, это ни о чем не говорит. Его там дотянули, скорее всего. Ну, то есть, мы в нашей группе, вот я и Саша Мартов, мы учились. Ну, там были еще люди, там девчонки были, которые там сильно старались, но не так уж сильно, как мы, но тем не менее, все-таки они старались. Ну, ладно. А вместе с нами были люди, которые не должны были даже первый курс закончить, а они диплом получили. Ну, как бы, во-первых, мне не то, чтобы не жалко, нет, мне жалко. Ну, типа, подождите, а что за тупо? Понятно, что я для себя учился, а не для одобрения учителей, но все равно как-то, ну, неприятно. Ну, это ладно, да, ну, а дальше эти люди будут специалистами, они будут показывать, трясти этим дипломом. Соответственно, диплом Кубанского государственного университета, ну, не так уж дорого стоит получается. А диплом Еля дорого стоит, потому что и образование там очень дорого стоит, там платить приходится бешеные просто суммы. Там же у них как? Если у тебя нет денег, там приносишь все эти справки, и учишься на отлично, еще участвуешь, активистом таким становишься, участвуешь в этой самой, в культурной, около культурной деятельности. Тогда ты учишься бесплатно, и тебе даже стипендию будут платить, но таких людей там 10%. А остальные все за деньги, за огромные деньги. Потому что это частный университет, это частный, это предприятие, это бизнес-предприятие вообще-то. Но оно себя оправдывает, то есть в нем настолько тяжело закончить его, что работодатель уже понимает, что человек, получивший диплом Еля, это серьезно, это прямо очень серьезно. У них галстуки там особые, да, или что там у них? Нет, галстуки, галстуки, в каком-то фильме что-то я там смотрел, галстуки, если на какие-то. Идет человек с особым галстуком, сразу видно, что закончил Ель. Ну и, ну и, естественно, и в этом самом, в Оксфорде тоже там, везде у них там свои галстуки. Ну, познавательные знаки. Познавательные знаки для своих. Ну, это клан такой, закрытый достаточно клан. Вот. И, вот эта травма отчуждения, она абсолютно неизбежна, получается. То есть, она избежна, еще раз повторюсь. Ну, это речь о массовом образовании, где диплом не очень дорого стоит. План, пожалуйста, жалей себя, щади себя, сколько хочешь, вообще нет проблем. Обижайся на учителей, ворчи, что там еще. Рассказывай про обрезанные крылья, про свое брошенное высшее, и так далее. Вперед. А, ну, вот так по-хорошему, выпустить не просто высококлассного специалиста, а еще и человека, вот как ты говорил, умеющего думать, самостоятельно умеющего думать. Это вот задача образования. А без отчуждения здесь невозможно. То есть, без травмирования невозможно. То есть, травм необходимо. Все, образование травмирует. Это вот такое мое резюме. Оно должно травмировать. Прямо так. Это вот такое мое резюме. То есть, оно должно ввергать человека в адский стресс и так далее. И, соответственно, и тот курс, который ты не проходишь, что ты рассказывала. Вот, пожалуйста, предчувствие адского стресса. Это предощущение. Ну, и нафига мне это надо? Потому что это наоборот, слишком все расслаблено. Нет, я имею в виду, а что ты не проходишь-то? Это значит, предчувствуешь этот стресс. Ну, вероятно. Это еще тема, на которую ты отдельно подумаешь. Если бы ты предчувствовала там какую-нибудь приятную чесоточку или что-нибудь такое, ты бы пошла туда. Ночью сидишь, что классно. Как вот сериальчик посмотреть. Да, вот сериал. Вот как работает сериал? Сериал работает наоборот, чем работает образование. Совершенно наоборот. Там заставка начинается, и ты уже «Ох, я могу наконец принять это пассивное положение тела, растечься. Сейчас со мной будут производить кайф». Сама заставка уже обещает, что это сейчас начнется. Я знаю про стресс. Это стресс того, что я буду другая. Ну, более того, еще и собственным трудом будешь другая. То есть, это не просто там кто-то волшебной палочкой махнет, а это тебе приходится там семь потов с себя согнать, чтобы стать ты другой. Вот это цена. Ну, прикольно. то есть, я не хочу. Я в сериал. Выбор очевиден. сериал. Садистов внешних, которые бы мне помогли, да, потому что я остаюсь сама с собой наедине. Не просто помогли, да, а вот которые бы твое желание отчужденное научиться этому, отчужденное желание взяли бы на себя и сказали так, ну-ка, Поэтому лучше всего, вот я, кстати, говорю, а у меня знаешь, какое в голове заставка этого Гарри Поттера? ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту продукт такой, сделанный такой. Потому что кстати, он списан же сама идея с Урсулы Легуин «Волшебник земноморья». И там про то, как тяжело учиться на мага, на колдуна. Тяжело. Главный герой тяжело учится. И он переживает такие ну я правда в юности читал. Экзистенциальные такие проблемы он переживает. Он все время в отчаянии там ввергается, в уныние как-то там. Три кажется книги. Вот. Но это не будет популярным. А популярным будет Гарри Поттер. Дети. Вот они там страшно. Но они выбрались. Все в порядке с ними. Там пауки. Но все хорошо. Ну вот такое. Хэппи-энд. Шляпа тебя распределила. Ну это кайф. Это вообще кайф. Кстати, Хогвартс это же Оксфорд. Это же просто буквы. Я не помню как это называется, когда буквы переменяют местами. Это Оксфорд. И снимался в Оксфорде. Вот. Это значит, что касается вообще образования. Касаемо теперь резюме. Касаемо образования занятием искусством. То есть, как бы образование артиста. Там все равно, вот видишь, там все равно с помощью этой травмы отчуждения прибивается вкус. И человек на интуитивном уровне просто чувствует. Это сюда или не сюда. Это помещается сюда? Или это слишком мало, может быть, сюда? Вот интуиция какая-то срабатывает. Даже у меня теперь есть художественная интуиция. Ну, то есть, вот этот вкус развился, пока я там учился. Хотя я довольно бестолковый. Ну, как живопись, я точно бестолковый. Но, тем не менее, я могу отличить хорошую живопись от плохой. Могу отличить. И потому что появился этот вкус. То есть, вкус это что такое? Это некий культурный инстинкт. Вот он прививается отчуждением. То есть, образованием. Мне кажется, невозможно с ним родиться. Блин, я так думаю. Я вот сейчас... Возможно, будет, знаешь, как, типа, неограненный алмаз. Ну, вот да. Все равно его нужно обрабатывать. Поработай. Вот он валяется, некрасивый кусок камня, невозможно алмаз. И вот здесь надо что-то делать. И это большая работа. Вот. Ну, и... Вот. Я помню, какие требования нам предъявляли в этом художественном училище. Но мы их считали просто зверями и садистами всех их. Потому что это какая-то вот компания вампиров, которые живут за счет плохих эмоций студентов. Нам так казалось. Но также я помню двух девчонок, которые были абсолютно не бум-бум в живописи. Может, даже хуже меня. Возможно, даже. И они, знаешь, нам все время говорили, это можно прокачать. Ты все равно будешь делать и через какое-то... Хотя бы три этюда в день делай. Они каждое утро преподавателю приносили минимум по пять этюдов. И за все четыре года ничего вообще. Ну, то есть их на тройках их жалели, потому что они пахали как проклятые просто. Но ничего с ним не случилось. Как бы их уровень не вырос, честно говоря, за четыре года. Была пара таких человек, у которых не было. Например, со слухом были проблемы с интонированием. Одна выросла на два миллиметра или на три, потому что в ансамбле начала петь, другая так и не научилась. Но там, так как у нас разноплановая деятельность, ты мог в одном быть силен, и тут как бы, ну ладно, я этим не буду заниматься. Но получается, что тоже никак бы не помогло. Ну да, поэтому тут тоже, если оно есть, то оно и есть. Если его нет, то извините. Все-таки тут действует такая штука. Что-то должно быть прирожденное. Оно не только. Да, я говорю, с этим нельзя родиться. Но с чем-то родиться все-таки придется, чтобы получать образование в сфере искусства. Все равно что-то должно быть. Смотря, я вот, конечно, ну не очень сильный знаток, но смотря там мельком современные российские сериалы, я складываю впечатление, что там стали учиться во всяких в гиках, стали учиться люди, которые не прирождены быть артистами вообще. Ну модно там еще как-то. Они научаются технике, научаются какому-то ремеслу, то есть как-то оттачивают что-то, а вот самое важное, что должно быть, просто нету этого. Ну я, хорошо, я здесь не профессионал, я здесь простой этот самый потребитель, да, наверное, не мне судить, но с плевками я эти сериалы выключаю. Просто невозможно. Просто нет, я не могу. Что режиссура совершенно плохая, что сценарий кошмарный, операторская работа ужасная, работа художника отвратительная, работа актеров вообще ни к черту не годится. Вот это да. Что такое? Ребята, что за период какой-то? Такого адского даже в 90-е не было периода, мне кажется. Или я стал более требовательным, не знаю. Но вот я уж не знаю, что у них там с образованием сейчас. Вообще в ГИК, кстати, крайне элитарное учебное заведение. Ну вот сейчас вот Тарас мой старший сын готовится сюда поступать, к поступлению через год, ну в смысле летом. Там такие жесточайшие требования, боже мой. Около, примерно там 220 стихотворений нужно знать наизусть, например. Да. Просто если попадется, ты должен его прочитать и обосновать, цитаты там выдать. Из поэм нужно цитаты выдавать, стихотворных. Огромное количество произведений литературных надо знать. Надо прочитать уже и уметь писать кинорецензии, читать киношные журналы и так далее. Немалое количество советских и российских фильмов надо знать и все это разбираться. Вот. Такое прямо, там такие вопросы по литературе, например. Мама дорогая, эти вопросы заставляют прям думать. Не просто читать, а прям думать. Ну то есть это прям какая-то филологическая филологическая подготовка должна быть, чтобы ты туда поступил на филолога плюс. Плюс, потому что это язык кино. Уже это ты должен более-менее понимать. Ого. Ну вот, вот это литературное. Ну, я уж там не знаю, у кого они там выпускают. Но это тоже связано с искусством, короче говоря. В любом случае получается, что если образование хорошее, то оно жестокое. Вот и вся история. То есть, вот, садизм пронизывает весь наш разговор. Тема садизма. Мотив. Мотив садистический пронизывает весь наш разговор. И литмотив. А? Литмотив. Да. Мы когда на философах учились, нам одна преподавательница прямо сказала, если вы не будете здесь мазохистами, вы здесь не удержитесь. То есть, вы должны любить мучения. Тогда вы как-то удержитесь. Ну, и она бы совершенно права была. Потому что философский текст относится к тебе как садист. Он прямо садистичен по отношению к читателю. Ну, и что делать? Приходится как-то, кайфовать тогда уже раз с тобой. Расслабься и получу удовольствие. Короче говоря, вот здесь Лакан совершенно прав. И получается, что вот даже из нашего разговора, что вот дискурс университета, он весь базируется на господском, господско-рабском отношении. Он принуждает, подчиняет и ломает. И других вариантов нет. Я повторюсь, другие вариантов полно. Где-то там можешь возмутиться, написать заяву на учителя, еще что-то. И ты станешь просто там рабом в каком-нибудь корпорации. И совершенно там... Я так понимаю, что это не стыкуется с капиталистическим дискурсом, который это все замыливает внешне и говорит, нет-нет, у нас все вообще кайфовенько, прекрасно, у всех свое мнение. У каждого свое мнение, да. У каждого своя истина, да. Но капиталистический дискурс, видишь, он же все равно получается, он использует и такое массовое образование, и вот это элитарное образование он использует на себя. То есть, эти топы, они заканчивают крутые учебные учреждения. Вот. Кстати говоря, это же абсолютный миф, что якобы существует статистика, что самые успешные люди троечники, это же неправда. Ну, статистика... Я не люблю это высказывание, потому что обычно люди просто его пересказывают, вот не вдумываясь, не проверяя, вот просто оно из уст в уста передается и как-то не рефлексируется. Становится понятно для кого оно и в какой цели оно распространяется. Та же самая массовая история, быдлая история такая. Ну, и нет смысла спорить с такими людьми, которые это говорят, потому что уже понятно, куда они целятся, куда они целятся всю свою жизнь. Ну, вот, короче говоря, мы пришли в итоге, наверное, к тому еще мы должны были прийти к социальному устройству, что вся эта история про социальное устройство. И она, в общем-то, так сословно-классовая такая. И это неизбежно. Вот. Если в советском обществе почему вот возмущали, что у нас у Средниловка была, у Среднилов, Кафу, всех под одну гребенку. Почему? Потому что в московский вуз, если поступает москвич и парень из горячего ключа, условно, то при равных баллах, которые они набрали, приоритет будет у парня с горячего ключа. Москвичу это страшно не нравится. А почему так было? Если у него хватило воли сюда пробраться, добраться, не улицу перейти или на метре доехать, а вот так вот припереться, это значит, он лучше, чем этот. То есть, надо делать ставку на него. Сейчас абсолютно противоположность. Тоже вопрос, зачем это делают. Но вот люди возмущались, конечно, страшно возмущались, что это такое, почему колхозник наравне с москвичом? Сам Кадыш приехал, и он наравне. Вы всех просто сравниваете. А речь была вообще о другом. Не о том, что всех сравнивают и уравнивают, а о том, что дают возможность. Почему? Всегда посмотри на историю, успешное, хорошо живущее общество или общество, делающее такие очень крутые прорывы. Это общество с, как это, гибким социальным лифтом, где можно из грязи в князи попасть за несколько там, чего, лет, за несколько лет. Дней. Не, ну в смысле дней. Доказать свое это. Ну вот так. Прорыв во времена Петра Первого. Самый, самый вообще влиятельный человек в России, ну после царя Меншиков. Торговал пирожками мальчишкой. Петр его увидел, торгующего пирожками, разговаривался с ним, говорит, о, этот пойдет далеко. И они начали его поднимать, поднимать, поднимать. Он получил самообразование и стал, ну кем он там стал, я не помню, ну условно премьер-министром. Вот. И как скакнуло это общество. Короче говоря, вот такая. И наоборот, общество, которое, социальный лифт, старается как можно слабее сделать, оно, ну как минимум стоит на месте, как максимум заглевает. Так что вся эта история была про это вообще. Про образование. То есть, это означает, что человек, получающий хорошее образование, должен быть одновременно садистом и мазохистом. Ну, как Фройд и говорит, да, это одна и та же история. Это садомазохистов всегда. То есть, не бывает просто мазохистов. И садистов бывает. Это всегда садомазохистов. Вот, этот человек должен быть садомазохистом. И по отношению к себе садистом сразу же. Ну, вот это вот все. И без этого никак. Зато на этого человека можно делать став. Не знаю, что-то еще тут стоит говорить? Или мы уже прям... Не, мы прям, мне кажется, хорошо так до бродника. Потому что дальше, да, можно тоже думать там и так далее. и выйти за пределы двух часов, трех. Ну, да, уже нормально. Ну, все тогда, да, вот так. Спасибо большое. Взаимное. Все, давай за учебники. Я, кстати говоря, прямо сейчас буду магистрскую писать. У меня страшное дело, меня в панику вводит. Моя магистрская, вот она тут. Это половина только. такая. Ты от руки, да? Да, я сейчас уже на компьютер все это переношу, пишу, уже на чистовик пишу. Там, шуткое дело. Несколько раз в день какие-то тупики железные, просто непробиваемые, знаешь, такие интеллектуальные тупики, которые ты сидишь и так, я не понимаю, что тут писать. Берешь, пишешь другую главу, на следующий день возвращаешься, о, тупик подрастаснулся чуть-чуть. Бывает, бывает, да. Все. Так что... Да, что тебе тогда с этим? Нелегким делом. Да, вообще нелегкое дело. Ну, а в этом же кайф. Все, пока. Пока. Пока.